Здравствуйте друзья. В комментариях к моему видео уроку номер 1.1 по установке Supervised Home Assistant часто задают один и тот же вопрос. Проблема заключается в том, что при отключенном кабеле Ethernet, при настроенном по уроку Wi-Fi, пропадает доступ во внешнюю сеть. Невозможно ничего не поставить, не обновить, также не работая часть интеграции. Проблема заключается в маршрутизации и она легко решается. Как именно, я и покажу в этом небольшом видео уроке. Как всегда, все ссылки и команды показанные в уроке в текстовом файле, ссылку ищите в описании. Итак, рассмотрим instance настроенный четко по шагам урока 1.1, если кто вдруг не смотрел, ссылка тоже в описании. Команда ifconfig выдает список сетевых интерфейсов. Это Ethernet, кабель. Ему присвоен адрес 192.168.071. А это Wi-Fi беспроводный интерфейс с адресом 192.168.061. Теперь посмотрим таблицу маршрутизации, для чего нам нужна команда road. Первым в списке дефолт маршрутов, тут стоит Ethernet с метрикой 100. Через него и проходит весь трафик на внешние сети. А Wi-Fi в списке только третий, так как имеет метрику 600, а чем это число меньше, тем приоритетней. Таким образом высший приоритет имеет Ethernet с метрикой 100. А за ним идет один из виртуальных интерфейсов докера, он и становится главным при отключении кабеля. И только потом идет Wi-Fi с метрикой 600, поэтому и возникает проблема с тем, что через него ничего не работает. Исправим это. В перечне программ для установки в уроке 1.1 есть midnight commander, запускаем его в режиме суперпользователя. Переходим в папку Adsetter. И в самом начале тут есть папки Network Manager System Connections, внутри которых находятся файлы с названиями вашего подключения, в том числе к Wi-Fi. Для редактирования нажимаем F4, если запросит какой редактор использовать выбираем Nano. В разделе IPv4 прописываем метрику с номером меньше чем у виртуального, в моем примере 105. Для выхода Ctrl X и подтверждаем клавишей Yes. Теперь перезагружаем Network Manager. Проверяем таблицу маршрутизации, для изменения может понадобиться немного времени. Метрика 105 передвигает Wi-Fi на второе место после Ethernet. Проверить можно отключив физический кабель. Для этого я переподключаюсь на консоль по адресу Wi-Fi, который напомню заканчивается на 61. Вот еще раз показываю, 61 адрес присвоен именно Wi-Fi. Пока кабель подключен Ethernet является приоритетным интерфейсом для доступа внешней сети. Отключаю кабель из сервера прямо на ходу. Проверяем таблицу Ethernet пропал и теперь главным становится Wi-Fi. Проверим доступ к внешним ресурсам. Пакеты проходят нормально. Все работает по Wi-Fi. Давайте зайдем на веб-интерфейс Home Assistant. По обоим адресам он идентичен, этот на 61 принадлежащем Wi-Fi. Еще раз для теста, давайте поставим какой-нибудь аддон, любой. Да, хоть бы и VLC плеер, неважно. Суть в том, что проверить что все работает корректно. Все в порядке, пакет установился. Запускать его я уже не буду, суть проверки не в этом. А теперь вернем сетевой кабель. При отключении и включении доступ на несколько секунд фризится, это нормально. Очень быстро он восстанавливается сам. Готово, теперь Ethernet вернул себе приоритет. Теперь вы знаете, как можно полноценно использовать оба интерфейса, без потери доступа при переподключении. На этом все, надеюсь информация показанная в этом небольшом видео уроке, была вам интересна и полезна. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Еще раз напоминаю, все ссылки и команды вы найдете в текстовом файле, тоже в описании под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары Умного дома, вы найдете в моем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok